Ну и в конце выпуска поговорим о самом важном, о здоровье. Ситуация заболеваемости ковидом в нашей стране и регионе, в частности, остается напряженной. И, конечно, прививка от коронавируса не дает гарантии, что вы не заболеете, но поможет защитить от тяжелого течения болезни. Это на своем опыте испытала наша коллега, телеведущая Ольга Солоницына. Когда я увидела слово положительный в своем ПЦР-тесте, я очень четко зафиксировала два момента. Первое – это страх. Страх, как все будет происходить, страх за свое здоровье, страх за своих детей, за своих родителей. А вторая мысль, я прямо четко, я помню, зафиксировала, что, слава богу, что я сделала прививку. Как раз в мае, в начале мая второй компонент я ввела, быстренько скалькулировала, что уже больше, чем полтора месяца прошло, и, по сути, должен такой полноценный иммунный ответ уже сформироваться. Конечно, когда тогда, в апреле, в мае делала прививку, я понимала, что меня она не защитит от заражения, но я очень надеялась и очень верила в то, что она защитит меня от осложнений после этого коронавируса. И, наверное, так и получилось, потому что в моем случае коронавирус протекал очень легко, вот как обыкновенная простуда, понятно, без госпитализации, без поражения легких. Вот иной раз в предыдущие годы у меня даже там у РВИ грипп как-то так поощутимее было. И детей, и супруга, те, которые рядом со мной проживают, тоже вот коронавирус миновал. Я, конечно, еще со своим доктором поговорила в такой доверительной беседе, спрашиваю, может быть, зря я на эту вакцину-то надеюсь. Она говорит, что нет. Из ее личного опыта люди, которые вакцинировались и потом заболели, они действительно болеют легче, они действительно болеют без поражения легких и без госпитализации. Вот это такой отдельный опыт отдельного доктора.